Девушки отдыхают Миллионы А это Петр Осипов В 24 года он генеральный директор Своей компании Петр зарабатывает около 3 миллионов рублей в месяц Еще в школе он был нерешительным Заикающимся мальчиком А уже сейчас ездит только на шикарных автомобилях И дарит своей девушке исключительно бриллианты Мужчина, если у вас есть 300 тысяч Идите, покупайте своим женщинам украшения Дмитрий Юрченко воздавляет проект Кнопка жизни Его идеи принесли миллионные доходы Ежегодный оборот фирмы Дмитрия Составляет 45 миллионов рублей На эти деньги Он купил себе роскошный особняк в Подмосковье И в 30 лет превратил свою жизнь В сказочный сон Наш бизнес будет помогать людям А я буду веселиться Сегодня в нашей студии мы поговорим о том Как за короткий срок заработать миллионы Молодые предприниматели поделятся секретами своего успеха И расскажут, как заработать миллионы Сегодня в нашей студии 20-летние миллионеры Скажите своим детям Пусть приготовят ручку бумагу И записывают рецепты Тем более, что в нашей студии Самый молодой предприниматель И победитель Международной молодежной премии В области предпринимательства Даниил Мишин Добрый вечер И главное, что я сейчас скажу Внимание всем девушкам России Даниил не женат Да И вам всего 20 лет Да, это правда Кто вы по знаку зодиака? Рак Это сейчас для Василисы, астролога И с давай поженимся Итак, мне сказали, что вы с 8 лет уже проявили свои предпринимательские способности Ну это трудно назвать предпринимательскими способностями Я просто занимался всякой ерундой, которая зарабатывала небольшие деньги Ну какой ерундой? Вот я продавал яблоки у бабушки в свою молодость Тоже в возрасте 12 лет зарабатывал 25 копейок Мне казалось, что это хорошо Но видите, никуда не выросло А вы как с 8? Слушайте, ну на самом деле были всякие совершенно забавные истории Я одноклассникам конфеты продавал Ну там пришел В школе были, знаете, эти отвратительные сосиски в тесте Такие размягшие А в то время только появились сникерсы, твиксы Вот это все западные истории И я начал бегать в гастроном, покупать их и перепродавать одноклассникам Ну полно всяких было историй Я уверен, в жизни любого предпринимателя их было много Ну и чтобы девушки все-таки поняли, кто перед нами Какие шансы у них есть в их жизни Давайте посмотрим на экран Мамы, позовите своих дочек скорее Рублево-Успенское шоссе Оно отличается от других тем, что здесь все по-другому Здесь кайф Ты вылазишь, ты один по сути У тебя природа вокруг Здесь никогда нет машин, никогда нет людей Дворик Совершенно обычный Ничего в нем особенного нет Федор Мадырчук недалеко живет Вот здесь, через два дома Художники живут, поэты живут Это вот собственно конкурс Который определяет лучших молодых предпринимателей в той или иной стране И я выигрываю этот конкурс в России И поеду 15 ноября этого года в Нью-Йорк Представлять Россию Первый миллион рублей Лет 14 мне, наверное, было Если в долларе, то, наверное, недавно совсем Здесь у нас располагается наш хостел Бэйр-хостел с Нарбатской Здесь не 1500 долларов, я, наверное, в него вложу В Москве их три Плюс бизнес на Украине Плюс наш пермский объект Плюс в ближайшее время планируем открываться и в других городах Обороты компании Консолидированы вместе с бизнесом на Украине Около 2 миллионов долларов Годовые Здрасте, как дела? Что, как у нас дела с местами сегодня? У нас, видишь, у нас отлично, это когда мест нету Вот везде говорят, отлично, места есть А у нас наоборот, у нас отлично, мест нету Значит, все правильно, на правильном пути Ооо, nice, I'm Daniel А? Ооо, nice to meet you Is everything okay? Нет Здрасте, парни Здрасте А вы проживаете, да, здесь? Да Как вам обстановка, нормально? Отлично Нет никаких проблем? Мне здесь вообще все здорово, какие будут проблемы Понятно Твоя фамилия, Сучин, не Миша? Да, это моя фамилия Я слышал, это тебе привез, у меня Артем живет Привет, очень приятно Давайте покажу в одну из комнат, там реально клевый вид Я нанял матросов Черноморского флота, купил пиво, дерево, отдал им и сказал сделать у меня двухъярусные кровати Они сделали Первые клиенты была пара из Канады, как сейчас помню Я первое лето отработал на одной квартире, заработал хороших денег Ну, 1010 долларов, наверное, заработал, да, там как бы там серьезные деньги были Я хочу быть в списке Forbes Я несколько раз видел, как родители ссорились на почве денег И я понял то, что в моей семье такого никогда не будет То, что моя жена и мои дети и моя семья будут обеспечены всем, что им нужно Итак, давай объясним, что ты открыл такие вот отели на квартирах, да? Андрей, это не обязательно квартиры, это и отдельно стоящие здания, этажи в каких-то административных зданиях Минимальная цена размещения 450 рублей в самом большом номере по количеству человек А максимальная 2,5 тысячи рублей Ну, это классический... То есть это принципиальные дешевые гостиницы для тех, кто, скажем так, готов жить в атмосфере студенчества Пить кофе на общей кухне, да? И получать удовольствие от того, что ты встречаешь незнакомых тебе людей Да, вы абсолютно правы Во многом люди выбирают нас не потому, что мы супер дешевые и у нас хороший локейшн Хотя и поэтому тоже Но и благодаря тому, что проживание в хостере – это отдельная субкультура На Западе она очень развитая Они называются бэкпекеры, люди, которые там живут, путешествуют по всему миру У них логика какая Чем дешевле я проживу здесь, тем дальше я могу поехать путешествовать В основном это студенты, это молодежь, которая не ограничена во времени, но ограничена в деньгах Вот свою такую небольшую подзадачу я вижу в том, чтобы создать сильный сетевой продукт Который будет в большинстве российских городов Который будет доступный, современный То, чего нету То есть вы придумали то, что, скажем так, в стране еще нет И вот эту нишу ты хочешь занять и организовать вот эти дешевые отели Так тебе в Сочи надо срочно, там тоже, я думаю, что к Олимпиаде Или там уже другие конкуренты С божьей помощью появимся и в Сочи А ты хочешь быть в Форбсе Вот Олег Тиньков, его Форбс называет в списке самых эксцентричных предпринимателей России Самых неожиданных Ну как вам идея, Даниила? Отличная идея, ключевое было на самом деле твое слово Придумать что-то, чего нет Я считаю, что задача предпринимателя как раз это не копировать, а создавать то, чего нет Вот это важно, потому что делать еще один отель, это неинтересно Нужно найти всегда фишку Это интересно Вот твой оборот компании 60 миллионов рублей в год, да? Вот что чувствует молодой человек, 20-летний, у которого вот есть все возможности и даже больше? Чувствую, что нужно делать не 60, а 600 оборотов А учишься где? Нигде не учусь Решил, что тебе это не надо? Просто так получилось, что в моменте, когда мне нужно было выбирать делать бизнес или учиться, я выбрал делать бизнес Сейчас тут преподаватели у нас сидят, сейчас они тебе все скажут, как нужно пойти, получить образование Я, конечно, могу сказать Даниилу пойти получить образование, надо, чтобы он со мной согласился Замечательное русское слово предприниматель происходит от двух, да, значит, частей Он принимает вперед других, опережая других Я был членом жюри конкурса, где все эти герои передачи как раз такие были Почему Даниил победил? Почему он поедет представлять нашу страну в США? Как было сказано с 12 лет Он создал бизнес в квартире своей бабушки Правильно, Даниил? Да, это вот так Он превратил квартиру своей бабушки в хостел То есть пока бабушки спала, в соседней комнате уже жили канадцы, я так понимаю, да? Он подселил, да, подселил бабушки в постоящее Но и другие ребята тоже очень достойные, можно сказать, замечательные слова о Петре Осипове и о Ольге Назаровой Ольга занимается вообще фантастической историей, которая называется использование космических технологий в сельском хозяйстве Давайте они сами расскажут, действительно, Ольга Назарова из Липецка Ольге, мы можем говорить про возраст Да? Да, иду к тебе Ольге 25 лет, и Ольга развивает сельское хозяйство в нашей стране Давайте посмотрим, чем она занимается Здравствуйте, Сергей Евгеньевич Мы находимся на полях у нашего клиента И сейчас мы поставим навигатор в этот трактор, чтобы поездить ровно по полям В этом и кайф, понимаете? Потому что ты делаешь абсолютно не женскую работу И чувствуешь себя не такой, как все Спорт меняет химический состав мыслительного процесса Наверное так Нет, на самом деле, что я заметила, что чем больше я занимаюсь, тем больше у меня появляется воля Вот, то есть я даже там элементарно какое-нибудь тяжелое упражнение Я понимаю, что если я его сейчас доделаю, значит я могу И по сути получается, что так же и в работе, и в бизнесе, и во всех отношениях, переговорах, которые надо решать Я ставлю себе азартную точку какую-то И так же, как в спорте, я понимаю, что если я сделаю это, значит я могу Скажу сразу, у Ольги все получится, если она даже достала мой мобильный телефон и звонила мне до эфира Чтобы уточнить, какие вопросы ей будут заданы И давайте все-таки объясним Вы установили в трактор что? Что это такое? Ну, установили прибор, навигационный, определенного производителя американского, к сожалению, не русского Который, основываясь на спутниковые сигналы, GPS, GLONASS Показывает механизатору, управляющему трактором Как правильно ехать, чтобы ровно ехать? Все верно, особенно это актуально на кривых полях у нас в России Или пьяный тракторист? Ну, кстати, таки будет меньше Пьяный трактор, да, ездит криво Спутник трезвый летает ровно И это кому-то нужно, вот это, скажите? Конечно Нам с вами это точно не нужно Ну, сколько вы продали вот этих GPS на тракторы? Приблизительно около 500 штук за два года То есть, ну, это учитывая... 500 штук? Да, то есть, это учитывая сложные продукты Я только начинающий предприниматель Ребята вообще крутые, я очень рада, что я попала в эту компанию У меня написано, что у тебя ежегодный оборот компании 34 миллиона рублей Да, приблизительно так Ну, тоже неплохо, извини меня, миллион долларов А в детстве ты тоже мечтала стать бизнесменом? Нет, в детстве я мечтала стать актрисой, либо певицей Я всю свою, скажем, юную жизнь сознательную занималась танцами Поэтому, как меня занесло в трактора до сих пор, не могу понять Я объясню, почему вот сегодня вы здесь и почему такие солидные бизнесмены Оставили все свои дела и приехали на вас посмотреть Потому что каждый день к нам в редакцию пишут письма молодые люди Что они не могут понять, чем они хотят заниматься Вот какой совет ты дашь, девушка, 25 лет, из Липецка, у которой сегодня миллион долларов оборот Вот тем, кто ноет И не на этим танец Тем, кто ноет, дам совет не ныть В первую очередь, конечно же Вообще все начинается с мечты, честно скажу Меня никакие благородные вообще не приводили цели в этот бизнес Я просто хотела Мазду третью оранжевую Сейчас у тебя какая-то солидная машина, что ездила уже не на Мазде, я вижу Ну, я на разных машинах езжу А, у тебя несколько? Сколько у тебя машин? Ну, не буду отвечать на этот вопрос Мама здесь, мама сейчас ответит Скажите, дочка купила что-нибудь уже? Нет, пока не купила Наоборот, у нее сейчас ничего нет Она на велосипеде ездит На велосипеде на работу и с работы Но первая у нее была... Десятка, да? Нет, восьмерка, мама Восьмерка, такая старая, такая рухлядь Мама, посмотри внизу, что это? Машина, а это чья? Это моя А откуда она? А я купила На какие деньги? А я же собирала, ты знаешь И вот с этой машины все началось Я когда посмотрела, что у нее руль отвалился однажды Думала, ну, куда-нибудь попадет в аварию какую-нибудь Надо подсобрать еще денег и купить что-нибудь приличное Но что не приличное, это десятка, по-моему Я в машинах не очень... А вот то, что вы видели, это рабочая машина Так сказать, на работе должна быть машина А в данный момент у нее машины нет Жду, но надеюсь будет Скажи мне, а вот зачем чем-то заниматься? Можно удачно выйти замуж Вот сидят вокруг Понятие удачи у всех свое Надо вот с этого начать Я, допустим, вот своему супругу, любимому, благодарна То, что он мне дает возможность Работать, заниматься своим делом У нас все демократично очень И я, наоборот, чувствую в себе силой Что он гордится там какими-нибудь моими достижениями Это, наоборот, круто, когда ты самодостаточная личность Я считаю Надежда, как вам наша героиня? Тем более, что вы уже тоже однажды поехали за границу Увидели, что у нас нет замороженных продуктов И привезли эту идею в Россию Я восхищена, это браво Спасибо Поздравляю, потому что Присоединить к трактору космические аппараты Это, конечно, инновационно И потребует, чтобы трактора шли ровно Невзирая ни на что Поэтому здорово, что такое чутье есть Чутье и уверенность, желание рискнуть и достигать результатов Давайте мы сейчас сделаем небольшую рекламную паузу Далее в нашей программе И еще больше Молодых, богатых, неженатых миллионеров Вы увидите их первыми В эфире пусть говорят Сегодня в нашей студии 20-летние миллионеры И еще один Петр Осипов Ему 24 года В нашей студии Добрый вечер Внимание, Петр тоже не женат Правда, девушка его в зале Да, и она сейчас внимательно смотрит за мной Петр родился в городе Чебоксары И тебе 24 года Правильно? Давай посмотрим на тебя Внимание Вот здесь у нас Сейчас покажу Рецепшн, спиранский И финансовый отдел Потому что Когда год назад мы сюда заезжали Этот офис был на выростном И мы так с гордостью его показывали А сейчас так уже на вырост То есть уже не помещаемся Да, уже все Это вот Это, собственно говоря, Тверская Пробка отсюда намного позитивнее смотрится Чем отсюда Что мы сейчас делаем? Мы умеем сделать так, что человек с нуля Сделает бизнес У нас сейчас сильнейшая программа Для тех людей, которые хотят развить уже существующий бизнес Подняться на новый уровень Учиться управлять И вот третью программу мы запустили Это монетизация Изученых Изобретений То есть Как сделать так, чтобы ученый Когда он умеет что-то изобретать Он мог на этом зарабатывать здесь, в России Вот там все ребята, которые там сидят Это люди, которые работают над нашей темой сегодняшней программы Пойдемте Вот так мы занимаемся За эти два месяца Останьте, кто заработал больше 10 тысяч рублей Останьте, кто заработал больше 100 тысяч рублей Останьте, кто больше 300 тысяч рублей заработал Они еще разобряются Налоговая Это они По словам То есть ты читаешь Бизнес-тренинги Сейчас вот сюда И Как вот Тебе 24 Чему ты можешь научить 24 года? Два с половиной Почти года назад Мы встретились с моим другом Мы запустили очень много совместных бизнес-проектов Среди которых была и цветочная компания И диодная компания И маркетинговое агентство И бизнес-молодость Мы запускали это не как бизнес Не с целью заработать деньги А потому что видели Как другие молодые люди Которые начинают Занимаются совсем не тем А тогда мы умели создавать совсем небольшие компании И стали вот в такой тусовке Тоже делиться своими знаниями Как надо И так случилось Что люди стали к нам приходить Люди стали у нас обучаться И так из такой вот Аферы за столом Вырос на самом деле бизнес Который Ну сейчас Среди всех наших бизнесов Приносит больше всего Хотя и не единственный Но сколько ты зарабатываешь Вот В год? Я не могу сказать Сколько я зарабатываю в год Потому что доход постоянно растет Могу сказать Что в этом месяце Там от одного миллиона До трех миллионов в месяц Я могу себе позволить Вынести из бизнеса Но это под какую-то покупку А так Мне наверное Наверное на проживание Ну 1600-1700 в Москве нужно Чтобы Так сказать Не голодать Ну чтобы не быть Голословным Сейчас покажем Как ты живешь Но скажи мне Ведь это все ты делаешь Ради Лены Ради Лены Ради мамы Это сердце А здесь так сказать Мои соратники Давайте посмотрим Здравствуйте Я Петр Осипов 24 года мне Заработал первые Свои миллионы Правда пока в рублях Это Оля Мой бизнес-ассистент Я без нее Как без рук Впервые понял Что деньги-то первые заработали А ни маме Ни девушке Я ничего дорогого еще не покупал И не имею даже такого опыта Покупки хороших Каких-то ювелирных изделий И сейчас будем смотреть Что такое ювелирное украшение И посмотрим Сколько это вообще все стоит У нас много подарков Миссия не только перевыполнена Я бы сказал Потому что мы не только Леню купили Но и я себе пару запонок Общая сумма 360 тысяч вышла Ну немало Но с другой стороны Это и не миллиарды Как я думал Раньше стоят Дверьные украшения Давно смогли бы Мужчины Если у вас есть 300 тысяч Идите покупайте Своим женщинам украшения Дальше пойдем Машину посмотрим Да Мазарати, наверное Приехали покупать Мазарати Это очень интересный лак Я раньше думал Что это стоит Какие-то миллиарды рублей Реально Оказывается Все намного Приземленнее и проще Алло, Лен, привет Ну все, давай К Волочкам едем Выходи У подъезда тебя жду Лена у нас думает Что мы едем на ужин К Волочкам Она и не подозревает Что ее ждет сюрприз Опа На самом деле Обычный день С Петром Мужку Каждый день Подобное происходит Всегда мечтал сделать так А тут это возможно Я хочу сказать следующее Что многие сейчас Наверное смотрят этот кадр И думают Что он постановочный А мы должны сказать Что мы так и живем Это подарок Мама, ну что Гордитесь сыном? Да, горжусь Я думаю, что Все матеря России Гордятся Своими сыновьями И все хотят Чтобы у них дети Были такие А скажи мне Пожалуйста Ты где Симоно учился этому? В жизни, в опыте А как иначе? В 24 уже Такой жизненный опыт? Ну Как Как у Данила У многих Наверное У кого Шило в одном месте С детства было Также В 12 начал Дворником работать Бутылки сдавали Притом Сервисы организовали Значит Ходили по домам И за две бутылки Принимали прямо Из квартиры бутылки Потом В 15 я начал Рекламу на телевидении Продавать Дальше Была встреча с Мишей Дальше было много Бизнес-проектов Мы хотим сказать Что мы в России Здесь можем не только Копировать Запада А изобретать Потому что мы Очень интересные Бизнес-модели Изобретаем Сейчас Здесь в России Дим Вы как-то грустите Глядя на 20-летних Которые Я понимаю Наступают вам на пятки Они наступают Этот пионерлагерь Солнышко Почему это? Видите Люди Которые зарабатывают Миллионы Пусть зарабатывают Бо честь им и хвала Пусть они должны Лопатить Собственно говоря Они никуда не наступают К сожалению К сожалению Они не наступают Потому что Еще раз подчеркну Их должно быть В разы больше В этой аудитории Должны не сидеть Такие старперы Вроде меня Здесь должна быть Вся аудитория Вот этих молодых Бойцов Типа Дани Типа ребят Которые просто Реально заработали В 20 миллион Потому что Это не так много Они должны этим заниматься Страна строится Такими индивидуалами Таня А вы для себя Нашли здесь героев? Я вообще восторгаюсь Этими ребятами И прям преклоняюсь Перед вашей позицией Вы большие молодцы Но у меня вопрос Я так понимаю Что армию Мы пропускаем Да Если мы ребята А армия Это все-таки Глобальный процесс Который родине-то нужен Я думаю Что лично Я смогу быть Более полезен Чем носить Кирзовые сапоги Разнашивать Для других Более полезен Себе Или кому? Вы купили Военный билет Себе? Или как это произошло? Можно я не буду отвечать На этот вопрос И закончу то Что я говорил Окей Те солдаты О которых вы говорите Им что-то надо кушать Им во что-то надо одеваться Они это делают Частично на мои налоги Потому что Я веду белый бизнес У меня белые налоги Я содержу людей Выплачиваю пенсионный фонд За них Они потом пенсию будут получать И именно на мои налоговые отчисления Ребята будут защищать нашу страну Можно я тоже отвечу Терплю Жду Когда сказать Вообще Вот я уже говорила изначально Что у меня никакой благородной цели не было Потому что мне было 18 лет А машин хотелось То родители разгрузить Потому что там Не было шика и роскоши в детстве Просто нормально Норма Но потом Занимаясь этим уже глубоко Я начала думать о том Что у нас такие шикарные Огромные поля И когда Мне задавали вопрос Те же инженеры Какие-то там холдинги Крупные Мы просто делали с ними Элементарный расчет Что допустим С поля площади Приблизительно 3000 гектар Допустим Это пшеница Посев Там где нужна колоссальная точность Где вообще Используется на этом поле Там человек 6 Флажки выставить Там коня запустить Чтобы ровно ходил Представляете Какие-то Во-первых И затраты И усилия Человеческие ресурсы И мы посчитали Что с такого поля С этой культуры Можно сэкономить Около полутора миллионов рублей Вы можете представить И эта цифра Идет уже на обработку Других культур На Скажем Внедрение Каких-то новых технологий В конце концов Петр, вы хотели что-то сказать Действительно Начиная Зачастую Ты Ты даже если У тебя если Ноль рублей в кармане Ты даже если будешь Говорить о великих Социальных проектах Это более как Лицемерием не назовешь У меня была мечта Чтобы в ресторанах Кушать Просто денег хватало Чтобы Потом одеться Потом уже Когда я встал на ноги Я как-то себя обеспечил Семью свою обеспечил И вот Только Когда ты сам становишься сильный Наводишь порядок В себе В своей семье Ты можешь влиять А то у нас люди Очень любят Сами ничего не имея Других менять И учить жизни Этих менять Этих менять Сейчас еще одна Небольшая реклама Далее в нашей программе Еще один миллионер Который Стал бизнесменом После несчастного случая С бабушкой Его друга Не переключайтесь Спасибо, что продолжаете Насмотреть Сегодня в нашей студии 20-летние миллионеры И во время рекламы К нам присоединился Молодой миллионер Родом из Беларуси Знакомьтесь Дмитрий Юрченко Дмитрий, тебе 30? Да И женат Женат Как вы пришли к идее Которая называется Кнопка жизни? У меня был более долгий Почему, ребят? Я сначала работал Достаточно долго В корпорациях Соответственно Когда я понял Что я предприниматель Я начал искать Бизнес-идеи И в это время Я уже был в Америке И начал смотреть Что можно оттуда привезти Чтобы реализовать здесь И одна из идей Была кнопка жизни Почему именно кнопка жизни? Потому что Эта тема Касалась моей бабушки Она была больна И время от времени С ней случалось Когда нужна была помощь И не было никого рядом Соответственно Она была близка мне И Мы решили делать бизнес Месте с моей партнёром Ириной Линник И у неё такие же были истории У неё дедушка Выходил из дома Терялся Ему клали бумажку в карман На тот случай Если он потеряется И люди вдруг добрые Поймут, что нужна помощь Посмотрят, что в карманах И помогут ему дом найти Итак, кнопка жизни Это в экстренной ситуации Пожилой человек Нажимает на эту кнопку И сигнал передаётся На мобильный телефон Типа пейджера Такого, да И как раз сообщает о том Что человеку плохо Это браслет Либо кулончик С кнопкой Датчик падения Когда человеку плохо Он нажимает на кнопку Включается громкая связь И сигнал поступает В центр помощи Где работают доктора И они уже разруливают И сколько приносит дохода Такая кнопка жизни За 2012 Порядка 45 миллионов 45 миллионов Давайте посмотрим На их план Я приехал в Москву У меня было 300 долларов Которые я отложил у отца И когда я начал зарабатывать Первую зарплату Я смог отдать отцу деньги И сам себя кормить И я купил свою подушку Своё одеяло И я почувствовал Что вот у меня уже есть Свои активы И хочу быть Человеком Которую признаёт Не Москва А мировое сообщество Поэтому Жена сразу объявила Говорит Цветы не обязательно А главные Бриллианты У нас есть два Два решения Для кнопки жизни Первое Это вот для бабушек Хулиганок Это бабушка фон С большими кнопками Удобным меню И кнопкой со сзади Когда ей плохо Она нажимает И соответственно Включается громкая связь Она общается С нашим центром помощи Где работают медики Второе решение Для бабушек Это Браслет Самый кайф Когда ты приходишь С дома на работу И тебе говорят Вот мы ещё одну бабушку спасли Быть женой Димой Юрченко Это прекрасно И, наверное, что здесь ни при чём Вот за это я выходила замуж А вовсе нету количества нулей Я хочу, чтобы моя дама Чувствовала себя комфортно В безопасности И наслаждалась каждым днём Соответственно Просыпаясь И видя, что тебя Судьба Даровала такой Подарок И тебе нужно дальше Делать так Чтобы этот подарок Был шоколад Делать так Это мой бизнес У меня была только так Сидеть С полной уверенностью Что в один прекрасный момент Мы будем вместе На вершине Форбса Я счастлива, что я рядом С этим мужчиной И для меня это тоже Своеобразный Форбс Да? Да Папа, вы могли ожидать Что у вас Такой предприниматель Сын вырастет? Я горжусь своим сыном Но такого, конечно Я не ожидал Потому что Как он сказал Что Он то, что добился Он добился своими мозгами И Своими Идеями И Я очень Ещё раз повторяю Что я очень рад И Доволен Что у меня такой сын Ну а у тебя Вот что делать С этими деньгами Скажи мне Какие пары? Все деньги в бизнес На развитие Мы не строим Маленькую компанию Этот проект Я потому что Этот проект Ещё видел На этапе стартапа Основная проблема Что он сейчас Развивают они Сами Этот проект Должен быть Абсолютно На государственной основе И все здесь сидящие Люди Которые имеют Повышенное давление Прединсультное состояние И постинфарктное Должно компенсировать Государство Они это делают Как частные Александр А вы за что голосовали Какая вам идея понравилась Ну мне все идеи нравятся В первую очередь Потому что Вернее не идеи Даже их Так сказать Носители и реализаторы В первую очередь Потому что Они немножко другие люди Я был в жюри От России В прошлом году С Алексеем Комиссаровым С Сергеем Выходцовым И конечно Мы там Испытали такие Очень сильные чувства Начинаем От 13-летнего Школьника Дино Закаракиса Который Звезда Америки Тысячи Статей Видеосюжетов Который сделал Простую Ерундовину Для Подставка для гаджетов Эппл Он продал за первый год Их 3000 экземпляров Начиная Вот с 13-летнего возраста Заканчивая Уже вот таким возрастом Ребята Мало того Что состоявшиеся Как и они Они прекрасно Умеют презентовать Значит Свой продукт Своё дело И поэтому В этом году Наверное Акцент в том числе Был сделан Не только на проект Но и на лицо Чтобы нам всё-таки Хочется победить В Нью-Йорке Ну что Давайте познакомим Вас Ещё с одним миллионером Это Валерий Останчук Ему 27 лет Встречаем Валерия Тебе 27 лет Ты родился на Сахалине Да И не женат Нет Ты хотел всегда стать учителем Поэтому твоя идея Ты открыл самый необычный лагерь У нас в стране Да Детский лагерь Хаглар Всё правильно И в чём необычность Необычность в том Что Соответственно Детки Обучаются английскому языку И театральному мастерству Как Вообще В принципе Важному Качеству для жизни человека Да Вот это они Соответственно Сейчас рисуют И развлекаются Это только летний лагерь, да? Нет Он работает круглый год Осенью, зимой, весной, летом Белоруссия, Украина И Ленинградская область Из Москвы Очень много приезжают ребят И сколько приносит доходы Такой лагерь? 55-60 миллионов рублей Вот мы планируем На 2012 год Давай посмотрим на экран Внимание Это наш главный вход В Академию талантов И нашим логотипом Является звезда С расчетом на то Что мы готовим Будущих звезд В театре, в музыке В танцах И в шахматах Это 5 факультетов По которым мы Введем образование Детей и взрослых Постоянный штат у нас около 50 человек Временный штат, который мы привлекаем для работы на сезон Это около 100-120 человек Обороты уже выше, чем полтора миллиона долларов в год То есть мы пытаемся держать рентабельность около 20-25% Но постоянно инвестируем до сих пор деньги в развитие То есть большая часть постоянно уходит на развитие, на новые проекты Соответственно, вот в этом доме я живу на 17-м этаже Обозреваю весь Питер В котором работаю, который люблю Это моя квартира Соответственно, здесь все достаточно пока что аскетично Я живу здесь один пока что с кошкой Но готов вам, соответственно, провести небольшую экскурсию Эта комната со временем превратится в детскую Но пока она служит моим кабинетом Ничего лишнего Как я уже говорил, мне нужен только компьютер для работы Ну и, пожалуй, здесь и все Соответственно, видны наши озера Церковь Ну и здесь есть такая релакс-зона С прекрасным креслом С кальяном Такое вот созерцание внешней красоты природы Которая меняется с каждым сезоном Оно прекрасно На что ты тратишь деньги? Слушай, по-честному, деньги трачу в развитии То есть порядка 70% все равно у меня потом уходит в обороты Я пытаюсь достаточно содержать себя очень так аскетично Я повторю это слово То есть, в принципе, в месяц я проживу на 80 тысяч На 600 Не пугай, сейчас ни одна девушка не позвонит после эфира Нормально Пока что, когда девушка поется, я думаю, она немножко расширит мои бюджеты и траты Поэтому я, в принципе, к этому готов Но пока ее нету, я трачу на любимую работу А как ты попал в Питер? Мне реально помогли родители Своим примером Потому что мы вышли В 95-м году мы не эмигрировали, а как-то Бежали из нашей республики, Чеченской республики, из войны И моя мама, которая присутствует здесь, с человеком, который спасал нас от войны И показали своим примером, что не имея ничего, ты можешь достигнуть социального статуса Ты можешь достигнуть благополучия, материального, физического И еще обладать семьей, которая тебя любит Поэтому я вот действительно сегодня хочу сказать большое спасибо людям, которые помогли мне в этой жизни Мы даже спасли жизнь, как я Просто, может быть, Валерий так... Это преувеличено Преувеличение? Просто в условиях войны чужой беды не бывает, поэтому делали то, что делали Но ты считаешь, миллионером может стать любой человек? Миллионером? Нет никаких противопоказаний для человека не быть миллионером То есть абсолютно, ни медицинских, ни психологических, никаких Здесь молодежь смеется, они не верят, они все-таки сомневаются Ну какой-нибудь совет, что ты дашь, вот как разбогатеть, бутылки сдавать, что идти? Совет, да, пойти работать как можно раньше начинать То есть самая большая беда в России, то, что люди не хотят работать Поработав в Америке, и там, пройдя стажировку, поучившись, я понял, что там люди работают 6 дней в неделю Это вот минимум, ну то есть такое вот минимум 10, 10 обязательных праздников в течение года, которые они отдыхают У нас только, да, рождественские каникулы, 10 Поэтому, если, я всегда говорю тоже на своих каких-то образовательных курсах Что если вы будете работать хотя бы вот эти вот рождественские праздники То у вас будет конкурентное преимущество перед другими компаниями То есть в России просто достаточно поработать чуть больше, чем остальные Да, можно я долго слушаю, интересно Попал в какое-то сказочное место, где все хорошо Вы сейчас, вот я на вас смотрю, потому что так мне более привлекательно показался у вас гостиничный бизнес Вы его открыли, обойдя очень многие препоны совершенно официально Не имея лицензии, ничего, так сказать Просто уведомили государство о том, что это надо делать Что вы будете это делать Государство вам сказало да Я думаю, практически все здесь присутствующие это сделали Открыть бизнес для молодого человека на Западе гораздо сложнее Я не защищаю проблемы России Гораздо сложнее, чем в России И именно то, что вы сейчас это делаете И то, что вы сейчас успешны Это потому что, наверное, есть какие-то позитивные моменты сейчас в государстве Которые позволяют, несмотря на огромные проблемы Количество проблем с налогами, со всем, вы все это знаете Которые позволяют вам работать Как не смешно, я соглашусь с Виктором Уважаемые господа предприниматели Молитесь на наше государство Потому что благодаря тому Тони Расберихет, который непонятно бюргеру У вас нет конкуренции со стороны западных предпринимателей Поэтому спасибо нашему родному государству Оно не вдаёт конкурировать Хотелось бы обратиться к зрителям Прежде всего и сказать, чтобы они понимали Что страну поднимают предприниматели ВВП, рост, это всё предприниматели Вот, например, наш банк Он платит каждый месяц, думайте цифру Только 100 миллионов рублей в пенсионный фонд В виде налогов И ещё 300 миллионов рублей зарплат То есть, вот это реальные вещи Да, на которые мы платим пенсии То есть, к сожалению, у нас русские люди даже этого не понимают Они до сих пор думают, что им пенсии государство платит Так пенсии платят вот эти ребята-предприниматели И мы в том числе Сейчас ещё одна короткая реклама Дали в нашей программе Что посоветуют наши миллионеры Героям нашего последнего эпизода Одному из которых 11 лет А другая разорилась Какие бизнес-советы они могут дать им По рекламе Сегодня в нашей студии 20-летние миллионеры Которые сделали своё состояние практически из воздуха А во время рекламы к нам присоединилась Маргарита Морозова Она прилетела к нам из Петрозаводска И у неё не совсем удачная история своего бизнеса Добрый вечер Здравствуйте, господа Сегодня рухнул мой бизнес И рухнула надежда поднять детей Поднять мою семью Помогите мне, пожалуйста Скажите, что я сделала не так И как мне можно будет возродить свой бизнес Итак, вы приехали из... Из Петрозаводска Из Петрозаводска Вы взяли деньги на... На детский центр, как Валерий Потому что я педагог И я хотела сделать детский центр И планы у меня были большие Лицензироваться Организовать частные детские сады Частные школы по вальсдорфской системе Но, к сожалению, да Я написала бизнес-план Мне государство предоставило 58 800 рублей Но их хватило только на 2 месяца аренды Я стала залезать в кредиты Чтобы сделать ремонт в помещении По Санпинам По тому, как положено Сколько вы взяли кредитов? Ну, сначала я взяла 300 Потом я пыталась гасить В общем, я запуталась в кредитах Еще взяла 500 Чтобы спасти бизнес Но ничего у меня не получилось Я писала в мэрию И ходила И в Минразвитие экономики В соответствующие отделы Которые должны помогать Малым предпринимателям И что вам ответили? Ну, отписались Собственно, я просила конкретную вещь Муниципальное помещение Которое по аренде не так дорого Но никто не хочет предоставлять помещение Пишут, что помещений нет Наташ Вы у нас сегодня как раз из Этой организации Которая отписалась Ну, действительно Меры государственной поддержки Они есть, они действуют И мне жаль, что вы Получив 58 тысяч Не посмотрели дальше по сторонам Поэтому Не знаю, может быть Господа предприниматели Здесь, по-моему Вот это очень важная тема Я предпринимателя делю на Авантюристов Которые купил, продал Вот им нужны деньги Они быстро хотят закрыть бизнес Есть романтики Которые открывают Вот красивые бизнесы Для того, чтобы он работал Обучал детей Маргарита, вы, скорее всего Что романтика И, к сожалению На образовании Зарабатывать очень и очень тяжело И К тому, чтобы открыть центр Я 10 лет отработал В менее рисковом проекте Просчитал У меня экономическое образование И потом Все равно влезали в долги Я абсолютно с коллегой согласен Это очень непростой вид бизнеса И В данном случае Надо вот С Минэкономразвитие Абсолютное согласие Надо банкротиться Надо официально Делать эту процедуру И вторым этапом Если вы все-таки Пойдете не по найму А пойдете По С точки зрения Развития собственного бизнеса Я бы вам рекомендовал Для первого этапа Возьмите франшизу Потому что При всем Радости общения с детьми К сожалению Зарабатывание на этом деньги Это достаточно тяжелый труд Причем Далеко не на Что называется Не на фантиках И конфетках А на каких-то Достаточно Черновых работах У тебя был свой бизнес? Да, был Какой? Автомобильный бизнес Очень крупный В Архангельской области И когда пришел кризис В 2008-2009 году Случилось банкротство Теперь есть уже новый бизнес Какой? Это цветы Да, то есть я открыл Небольшую компанию Флористическую Которая Отличается сильно От всех тех конкурентов Которые есть на рынке Я думаю Что за лет 7 Скажем У меня есть такая мечта За 7-10 лет Где-то 5-7 процентов Рынка в России Отгрызть Этим бизнесочком Но давайте Я знаю Что это не простое дело Вы с букетом Для кого сегодня? Я решил как банкрот банкроту Подарить букет А Я хочу пригласить Самого юного предпринимателя Который в нашей студии Ему 11 лет Это Матвей Беляков Он зарабатывает деньги Я хочу, чтобы вы тоже Дали ему совет Встречаем Матвея С его мамой Итак, Матвей И тебе 11 лет Да Ты живешь В Новосибирске Ты живешь в Новосибирске И ты не женат Правильно? Нет, ничего Да И давай посмотрим Как ты зарабатываешь на жизнь Внимание Мне надо на учебу копить Потому что Мама сказала Что сейчас Образование очень дорогое И надо копить с детства Я хочу поступать В машиностроительную В Санкт-Петербурге Я хочу, чтобы там На российские машины Были не хуже Чем английские Бентли Американские Заграничные машины Я потрачу свой первый миллион На улучшение Вообще Всех машин Там Российских Там Допустим Не знаю На новую какую-то Разработку Технологии Я бы хотел сделать Наверное тебе Такое официальное предложение Твоим родителям Что У нас есть смена В детском лагере Мы приглашаем вас Мы оплатим вам Соответственно Все путевки И расходы Чтобы вы приехали к нам Мы обязательно Сходим туда В то место Где ты хочешь поступить Потому что Это надо увидеть Надо потрогать Эти стены Для того Чтобы ты туда Мог поступить Потому что Мечту нужно Как-то освежать Любимый предмет В школе У тебя какой? Ну Наверное Физика-химия А машину Которую ты хочешь Придумать Ты как назовешь? Наверное Имени мамы Сколько ты зарабатываешь? Расскажи нам Вот сейчас На мытье Ну По разным меркам Там Смотря что Еще моем Ага Сколько у тебя В месяц-то получается? Сколько у тебя Сколько откладывать У тебя удается? В месяц Ну Губля 500 Где-то откладывать Молодец Молодец Все равно С чего-то начинаешь Я хочу сказать Что вы знаете Очень важно Мне кажется На начальном этапе Чтобы человека Кто-то поддержал Вот здесь сегодня Лена Ермак Она даже Может быть И не помнит Эту историю Лена Один из самых известных Модельеров у нас В стране Дизайнеров И когда я начинал Свои первые шаги На телевидении Мой голос Еще только звучал За кадром И однажды На мероприятии Я стоял там В какой-то бесплатной Выпивке и еде И вдруг Подходит Лена И слышит Мой голос И говорит А это вы Малахов Голос которого звучит Это был первый человек В моей жизни Который меня узнал Вообще публично Первый момент Есть международная статистика Которые Которые уже проводили Которые бесплатно И там учатся Я боюсь Когда он закончится Бюджетных не будет Будет Все будет Их меньше не будет Андрей Если мы говорим Все-таки о поддержке Вот у нас Ну в данном случае Давайте объективно Молодой человек Занимается нелегальным бизнесом Да Ну так уж По-честному Если мы говорим О верх поддержки Вот почему у нас Нету Государственной политики Когда позволяется В том числе Например В ограниченное время Работать ребенку На какой-то работе Пусть например В детском центре Вот Есть приглашение Пусть он покажет Что он там умеет делать Пусть умеет делать Мыть машины Пусть он расскажет Своим сверстиком Вот это должна быть Поддержка На законодательном уровне Чтобы у него была Возможность легально работать Эмма Я знаю что у тебя есть Предложение У меня есть предложение Подарить ему айпад Пока с этого Начнем с этого предложения Подойди с меня Уже поезд подбили Это пока две подарочки Маленькие Хорошенькие Вы знаете Я считаю Мне кажется Что надо всегда Поощрять Я уже пригласил его в лагерь Мы уже поняли Потому что я считаю Что если Вот понимаете Ситуация какая Что человек зарабатывает 500 рублей в месяц Он уже на первом канале Вот Ему уже подарили Айпад И что А что в этом плохого Что Что в этом плохого Нет Я считаю Что теперь Каждый в своем городе Будет подставлять Свою машину Чтобы именно ты Здорово Главное Чтобы государство Сейчас не говорит Что если там Он что-то Машины моет Что он преступник Его в тюрьму надо сажать Да Ему еще плохо Другой вопрос Другой вопрос В чем Да Мы тебе тоже Дарим тебе Образовательную программу Стоимостью 50 тысяч рублей Поучись бизнесу В чем В чем В чем Вы лучше Маргарите Подарите Образовательную программу Вот кому надо Я бы просто Если бы я был Отцом этого мальчика А ты бы мог быть Моим сыном Наверное Я бы ни за что Не сказал Вот вы можете сказать Ребенку своему Не учись Я например Не мог Например я считаю Что 100% Меня математика Сформировала Математическое Физическое мышление Оно мега полезно В бизнесе Вот посмотрите Все предприниматели Пришли с родителями сюда Я без родителей А как ты считаешь Разве он не проходит Сейчас школу жизни Которая по уровню По уровню знаний По уровню опыта Превышает любую Среднестатистическую Среднеобразовательную школу Он проходит такое Во первых Он борется Со своей стеснительностью Это сколько нужно иметь Отваги внутренней Чтобы подойти к машине И предложить свои услуги В таком возрасте Он проходит самую настоящую Школу жизни Во всяком случае Учебу никто не отменял Матвей С тобой все понятно Маргарита Если вам интересны Частные уроки Телефон в редакции Позвоните После эфира Мы организуем Русский язык Литературу на дому Ну что ж Удачи всем Кто смотрит эту программу Из молодых Надеюсь Мы кого-то смотивировали Сегодня На занятия бизнесом Берегите себя И своих близких До встречи завтра До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому